Всем доброе утречко! Встречайте у нас в новой неделе. Сегодня у нас в неделе 35 число, 9.30 утра. Я уже приехал в университет. Сегодня нужно провести два занятия, сделать кучу своих задач и на 4 часа завести жену еще на ее занятия. Поэтому оставайтесь с нами, следите, подписывайтесь на канал. Итак, сегодня я уже закончил два занятия. Это было занятие по материаловедению. Показывал студентам, как что готовятся образцы и потом показывали им, как все это смотрится на микроскопе. Два занятия прошло. Это 4 часа в сумме где-то. Ну, реально устал. Просто каждому плите объяснить. Людей много фактически. Вся аудитория была. Поделил их по 4 группы. Каждому все показать. Вот. Так мы показываем микроструктуру, как она выглядит. Микроскопик. Ну, а сегодня было просто. Сегодня они готовили образцы. И, ну, в общем, весь процесс подготовки образца к микроанализу. Итак, друзья, на часах у нас 19.12. Не знаю, видно, не видно. Ну, я все еще в университете, как видите, занимаюсь своими делами. Там куча всего, просто куча всего. Вот так за голову нужно браться, прятаться. И тогда, возможно, будет понятно, насколько много работы. И это конец сентября. В общем, что хотел. Хотел спросить вас и поделиться, как бы, такой своей информацией. Берете ли вы с собой на работу кушать? Вот. Готовите или вы просто в обед, в обед или когда там хотите, не знаю, кто, 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 когда ходит там перекусить? Сколько это стоит? То есть, берете ли вы, если не берете, сколько стоит ваш обед? У меня было так, что 50 на 50 процентов времени, когда-то брал, когда-то не брал, это все зависит от лени. Было лень приготовить или не было лень приготовить? Когда не брал, стоимость обеда была от 3,20 евро, 3,2 евро за обед до 5 евро за обед. Ну, опять, смотря, куда пойти, но это я говорю за комплекс. То есть, первое, второе и там компот какой-то. И разминаетесь ли вы на работе? Потому что, ну, допустим, у меня работа, это многое, либо ходить, когда вот сегодня два занятия, 4 часа, я за эти 4 часа присел, может, ну, на минут 10-20. Все остальное время тут ты ходишь, ходишь, что-то объясняешь, потому что много людей, каждому что-то интересное, каждому нужно объяснить. Это не лекция, когда ты пришел, встал и рассказываешь себе, или сидишь и рассказываешь. Лабораторная работа, это когда нужно бегать, показывать и объяснять, потому что, ну, много кто, давайте так, немного кто, в 90% случаев студенты даже не читают то, что ты им отсылаешь. И отсылаешь им протокол, там есть все, процедура, вся краткая информация, практически все то же, что я рассказываю, только, ну, каких-то деталей не хватает. Никто не читает. Абсолютно никто ничего не читает. Ой, ужасно. Поэтому приходится много ходить. И, а потом, много сидеть. Вот, сижу, статью делаю, это уже часа 2-3, не знаю, много и делаю. И что я хотел сказать? Нужно на работе разминаться. А вот что делаю я? Я обычно разминаю спину. Это всякие типа приседания, наклоны и отжимания. То есть, вот, как-то так. Да, в рубашке, да, в туфлях. Ну, а что делать? За собой как-то следить нужно. Поэтому этот вопрос меня тоже интересует. Разминаетесь ли вы на работе? И вообще мне интересно, а где работаете вы? Если можете сказать, то напишите, пожалуйста, если нет, то нет. Раз, два, четыре. Жестный. Приветствую всех. У нас очередное утро. Следующий день. Вчера, к сожалению, вечером уже ничего не снимали, потому что приехали в пол-одиннадцатого только домой, быстренько покушали и спать. Потому что сегодня вот у нас опять 9 утра, и в 9 утра я выезжаю. И вот, вот, 9.15 утра я опять выезжаю, едем в университет, и сегодня не менее насыщенный день. Ой, что вам сказать? Такая жизнь, такие будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова итак друзья как всегда в университете у нас уже четверг и сегодня буду показывать студентам дефектоскоп такой старый он советский уд 12 но он работает работает он настраивал его на вот этом элементе но будем им показывать не наклонный пьезоэлемент обычный просто принцип как как он работает без настройки без ничего потому что сейчас уже есть более современное оборудование но принцип работы с ним остается тот же это одно чем я занимаюсь второе чем занимаюсь у нас еще один предмет макировое видение и здесь нужно показывать будет студентам разные микроструктуры и пиктоидные стали дойки кто едные стали чугуны и так далее вот эти все образцы мне вот эти все мне нужно их подготовить это мои старые ну короче вот это все мне нужно подготовить я решила заняться этим заранее потому что эти образцы нужны будут не только мне но еще и другим преподавателям поэтому пока полирую образцы а потом покажу лабораторную студентам и пожалуй все очень рад что мы закончили правки по моей статье мы с профессором отправили знаете вот так хожу с этой бутылки спирта по университету ну как по университету здесь рядышком лаборатория где мы травим я думаю вы ее видели когда я отравил что-то и ну мне же нужно спичь чтобы протереть образцы так ходишь с этой пляшкой и боишься чтобы кто-то не сказал а а пьет на работе пьет причем не просто водку а спирт 96 процентный атака ну что поделать такая работа по мы всего-то берем ватный тампончик открываем не нюхаем реально не нюхаем что такой вонючий спирт я вообще как бы водку не люблю и спиртное не сильно пью блин воняет реально и все и протираем алмазную пасту убираем алмазную пасту протираем и все наш образец чистенький и так с каждым а люди что не думают что мы научные сотрудники подумают о какие алкоголики работают в университете да еще и приезжие сегодня нам пришли вот такие две посылки мы заказывали все в китае и сейчас я распакую посмотрю что же там видите перешел кейс на мой телефон в фиолетовом цвете прошлом не был красный и саша в машину пришел держатель это понимаю это новое стекло прикрывается и только что закончил свое занятие у нас сегодня была сварка на обычную обычная сварка вот сварочный аппарат электроды показывал студентам как это все работает как варить ну вернее не как варить а как сделать вот такие линии то есть сегодня им показывал просто основы основы это как зажечь дугу и вообще как сделать линию потому что научить за один раз это невозможно а ребятам это нужно для общего понимания как это делается конечно же рассказал о других типах сварки это сварочный робот он вот там вот сзади вот вот там сварочный робот газовая сварка ну просто показывали что это такое ну и ребята учились на сегодня пожалуй все неделя закончена сейчас пойду еще немного поделаю свою работу вот взял наш этот газор который мы были той на ночи науки мы с ним были хочу переделать корпус немного нужно посмотреть потому что он греется сразу мне это не нравится в следующем семе нужно будет показывать лабораторную а он должен быть хорошим поэтому идем дальше работать и потом отдыхать спасибо что досмотрели это видео до конца конечно же конечно же хочу попросить вас поставить лайк если вы еще не подписались на канал подписаться и пожелать всем приятных выходных пока ну и последнее что хотел сказать не ленитесь после себя всегда выбирайте потому что не хорошо когда ты приходишь на рабочее место оно грязное уже работать не хочется и нельзя так все должно быть чисто красиво убрано особенно если вы там работали после что-то осталось поэтому я всегда свое рабочее место убираю после студентов убираю и я считаю что так должно быть везде поскольку когда еще я учился у нас тоже были не лабораторные у нас были практику мы по два месяца в лабораториях там токарная практика фрезерная практика нас всегда учили в конце рабочего дня должен убрать свое место и вот эта привычка за мной и осталась здесь что это хорошо вот такая вот она минутка чистоты